...что на самом деле произошло. Потому что логично, конечно, сейчас будет перейти к Арсению Саидскому, но я еще не все закончил, потому что настолько сейчас... ...настолько сейчас много информации в этой книге заложено, что мне хотелось бы вам поставить короткий фильм, который бы завершил мой рассказ об этой книге. Поверьте, если любые вопросы у вас есть, буквально через какое-то время, когда закончится наш вечер, вы сможете бы дойти к автору и расспросить его, приобрести эту книгу. И самое главное скажу, почему мы за немножко-немножко задержались, простите нас только за это задержание. Приехали горячие блины. Но не те, которые обычные блины, вот вы сейчас решили. Эти блины, вот они, это свежий журнал «Лампада», который прямо из типа в Рафи попал сюда. Вот и я думаю, что вы легут. Итак, журнал «Лампада» в продаже, свежий номер, прошу любить и жаловать. Итак, я продолжаю все фильмом об урасте казаков. Автор этого фильма монтировал его и делал тоже Люда Ларкина. Четвертые сутки, пылает станица, «Потеет дождями донская весна». Не падайте духом, поручик Голицын, Корнет Аболенский, налейте вина. Корнет Аболенский, налейте вина. Над доном убрюмы, мы ведем эскадроны, Нас благословляет Россия страна. Поручик Голицын, Раздайте патроны, Корнет Аболенский, Седлайте коня. Корнет Аболенский, Седлайте коня. И гнарит цветной дороги, Веркают Арбата, Под околные лица. Жальная цыганка Что будет прекрасно проносится в снах? Комиссары получат сполна За все комиссары получат сполна Где-то ведь рядом проносятся тройки Увы, мы не знаем, в чем наша вина Поручик корицы, так будь тяжелой, стойкий Горнет Аваренский, налейте вина Горнет Аваренский, налейте вина А русское солнце, великое солнце Уж неизменить нам горст корабля Поручик корицы, а может вернемся Зачем нам, дружище, чужая земля Зачем нам, дружище, чужая земля Четырвертые сутки Пылает станица Потеет дождями Донская весна Всем обросить патроны Уж скоро границам А всем офицерам Надеть ордена Всем обросить патроны Уж скоро границам Уж скоро границам А всем офицерам Надеть ордена Уж скоро границам Уж скоро границам Уж скоро границам Для славы со Христом мы пересожгались, Никак нас враг чудовищный не съест. Который нас с сербом свестили звездами, Но наше знамя есть и будет крест. Ведут нас ко Христу дороги узкие, Мы знаем смерть, раненья и пен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с колен. Лили в Союзе в Санкт-Петербурге, Предательство легло на русские волосы, Рассеянные по миру мы изгнанья, Оглывший Бога избранный народ. Ведут нас ко Христу дороги узкие, Мы знаем смерть, гонения и бен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно отнимемся с корен. Мы русские, мы русские, мы русские. Это как раз те знамена, о которых я говорил вам. Это фотографии редкие, я думаю, очень. К сожалению, некоторых уже нет в живых. Но остались фонда и осталась книга. Многие из интервью, как я говорил, уже были последними. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с корен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с корен. У нас с врагом окончена дискуссия, Мы вновь воспрянем подвигом дворя. Россия, Украина, Белоруссия, Племен славянских три богатыря. Ведут нас ко Христу дороги узкие, Мы знаем смерть, коней, я и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с корен. Я думаю, что это очень ценно, То, что Людмила попыталась Историю разрозненную разных семей Объединить. И вы знаете, что самое ценное, Наверное, не только эти книги. Ведь получается, у нас в Брисбене Есть только один летописец. Человек, который собирает события, Организует их. И put in memory. Оставляет в нашей памяти Для поколений, которые будут. Нас с вами не будет, Но они, может быть, прочтут. Они, может быть, увидят. Они, может быть, вспомнят кого-нибудь. Чтобы не зря те усилия, Которые предполагались для того, Чтобы сохранить, Как Ирина Брух хорошо сказала, Что многих объединяет то, Что мы говорим на русском. Но не только язык. Русский дух. Православие. Пожалуй, это самое главное. Мне очень бы хотелось сейчас С большой радостью Пригласить на сцену Человека, который находится в зале. Это председатель русского клуба Многие годы. Это Павел Носков. Его фотографии Вошли в эту книгу. И многие архивы были использованы, В том числе и его. Я попросил бы вывести его микрофон. Если вам не трудно. Да-да. Я еще раз, для тех, кто не знает, Но я думаю, все знают, Хочу сказать, что Павел был председателем русского клуба В течение многих лет. Мы, к сожалению, с ним лично не были знакомы, Но теперь я имею такую возможность. Меня зовут Андрей. Очень приятно. Очень приятно. Теперь мы знаем друг друга. Хорошо. Скажите пару слов. Дорогие друзья, Я абсолютно не подготовлен. Нет, это для меня большой сюрприз. Отличие от нашего консула, Который я пришла с готовым текстом, У меня ничего нет. Абсолютно. У меня идет борьба, Что я могу сказать? Так что, пожалуйста, Потерпите, Ищем мне будут задержания. Я действительно был председателем русского клуба. Немного лет. Все, все. У меня была цель, что? Чтобы оставить клуб на память Для следующего поколения. Поэтому я начал собирать Все архивные материалы, Где я был. У старых знакомых, У новых знакомых. И моя цель была Написать Историю, Краткую историю Русским клубом. Многие говорят, Что русский клуб в Сиде Самый старший, Но это не так. По всем данным, Что я имею, Самый старший Старый русский клуб В Австралии Это признанский. Хотя он был регистрирован В Сиде, Так, в 29-м. Но, на самом деле, Он существовал Много лет до этого. И, как ни странно, Вот через несколько лет Должен справлять Столетия. Но, я, конечно, Мне обидно, Что за 100 лет У нас Хорошего клуба нет. Я надеюсь, Что новые люди, Приехавшие сейчас в Бриспо, Возьмут в себе задачу Устроить И торжествие И Вместе с русским центром Создать уже Более современный Русский клуб Для будущего поколения. Дай Бог. Дай Бог. Все-таки Уже я не такой молодой, Как я был вчера. Даже при усыпании Меня заводят, По этому поводу Жена начинает Меня называть Дедушкой. Сказали, что я Избрил, Но я буду держаться. О, Боже. Людмила Леонидовна, Я хочу вам это Выражить Большую благодарность. То, что я мечтал Будет сделано, Мы сделали. Мы собрали Все эти материалы, Издали книгу, Чтобы наши Старые мигранты Остались в памяти. Между прочим, Я встречаю Многих новых русских. На Голокотске Я была недавно. Приехала она Даму. Ее Круг Друзей Хотят, Чтобы эта книга Была Прочитана Русскими В России. Она с собой Взяла Экземпляр. Так что я думаю, Когда она Вернется Через полгода, Полтора, Будет Возможность Отправить В Россию Много Много Большое Вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Вы Не сетили на вопрос Я хотел спросить у вас, Потому что я тоже Не готовился К вопросу, Который Хотел вам задать. Нужна ли Эта книга И Своевременное Лео было Издание. Но вы все Сказали. Поэтому Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Заметьте, Мы стараемся Не просто Уважить Своим Вниманием Те, Кто Сегодня Пришел В гости Но Использовать Как Фигурантов Вот этого Дела Вот этой Книги Те, Кто Пришел И Следующего Хотел бы Попросить Юрия Андреевича Бритальникова Сына Поэта Казака Стихи Которого Были впервые Опубликованы В книге Людмилы Уральские Казаки В Квинсленде Я еще раз Возвращаю Ваше внимание Пока Мы говорим О первой Книге Людмилы И я бы Попросил Юрия Андреевича Выйти И сказать Несколько Слов Если Это Возможно Что я могу Сказать Я Сын Казака Мне Очень Приятно Что Людмила Сумела Все Это Собрать Нашу Историю Больше Сказать Павел Носков Уже Сказал Что Людмила Сохраняет Письменную Нашу Историю Вот Спасибо Людмила Мы кажется Забыли с тобой Сделать То что Намечали Людмила А Ты уже Это делаешь Хорошо Чудесно Чудесно Спасибо Дело в том Что Оказывается Ставь Этический Сбор А Это Наш Большое Несколько Чтобы Добавить Корреки Это МС МС Можут Мне Одну МС Сколько Сколько Вы Практики Упажал Конечно Я приглашаю Вас К сожалению Представьтесь Если Вам не то У меня голос Довольно Нет Приглашаю Вас сюда Будьте Такой Позже Потому что Идет Видеосъемка Чтобы Вы тоже Остались В памяти Проходите Чудесно Микрофон Вам еще Поможет Как Вас Видите Пожалуйста Представьтесь Дорогие друзья Мне очень приятно Что Отметили Сегодня Присутствие Юры Приданникова Потому что Честно говоря Это Очень Скромный Человек Я его знал Можно сказать Ну С молодости Тинейджер И только Лет Наверное Пятнадцатому Назаду Он знал Что он Хазаков Павел Он подумал Самых Настоящих Хазаков Запорожских Хазаков Которые Екатерина Великой Сослала На Кубань И так далее И так далее Что Хочу вам Сказать Павел И Юра Они Родились В Австралии В начале Сороковых Годов Они Сохранили Русскую Культуру Русский Язык Мне Иногда Бывает Очень Горько И больно Когда Я вижу Приезжают Машеньки Петеньки Малечки Из России Они Щебечут Замечательно По-русски А Через Три-четыре Года Они Русский Забывают Потому что Мама с папой С ними Говорят Английский Я Я хочу Вашему Вниманию Представить Два Старых Русских Австралийца Павла Носкова Юра Приданик Может быть Еще Кто Есть Которые Несмотря Что они Родились В Астралии Обучались Престижных Австралийских Колледж Они Софамилия Русский Язык Русской Культуры Почему Новое Поколение Которое Приезжали Из России Не Имеет Это Качество Мне Это Честно Говоря Непонятно Я-то Родился Тоже Не в России Я Родился В Абине Это Замечательный Был Русский Город Маньчжури Он Говорил По-русски В России Где Меня Обычно Говорят Олег Ты откуда Есть Прибалтики Потому что Язык Пей на Русский У меня Не Советский Так Ну Это Не важно Но я Все-таки Могу Объясниться По-русски И потому Я бы Хотел Чтобы Такая Замечательная Катеса Как Людмила Рангхина Которая Пишет На русском Языке Чтобы Русские Все-таки Сохраняли Как Сохраняют Евреи Свою Национальность Почему Мы Русские Не можем Сохранять Свою Национальность Мы Можем Быть Австралийцами Мы Можем Быть Канадцами Мы Можем Быть Американцами Ну Любовь Своей Которая Историческая Родина Для меня Россия Не историческая Родина Это Ну Докумная Родина Это Родина Пушкина Классика Лермонтова Чайковского Вы понимаете Что Я Хочу Сказать Ну Вот Я Хотел бы Чтобы Вот Молодым Родителям Мамам И папам Которые Проходят Русский Центр И Проходят Свои Ребята Чтоб Они Прибили Своим Детям Два Важных Как говорится Взаимопонимания Первое Ты Австралиец Ты живешь в Австралии Ну Гордись Что у тебя Русское Прошлое И все Что я могу Больше Спасибо Спасибо Я Вас зовут Вас зовут Олег Вы сказали Что Вас спрашивали Откуда Вы Из Балтики Олег И отсюда Я узнал Что Вас зовут Олег Из Харбина Тебе Я знаю Еще Дом Уже Видите Как много Узнаешь Когда встречаешься С людьми Давайте Встречаться Чаще И любить Друг друга Следующее Что мне Хотелось Бы Это Ваше Внимание Переключить На следующую Книгу Это Арсений Савицкий Бризманский Иконописец О котором Тоже Написала Людмила Книгу О которой Мы сейчас Попытаемся С вами Поговорить Тоже Совсем Дорожный Формат Я бы Сказал Не Фолиант Тоненькая Книга В которой Очень Много Фотографий И что Самое Главное Что Наверное Треть Книги Составляет Вот эти Вот фотографии Это Работы Этого Иконописца Честно Говоря До того Как я Прочитал Эту Книгу Я даже Не знал Что В Бризмане Был свой Иконописец Для Австралии Пожалуй Очень Необычно То что В русских Церквях Расписывал Русский Родившийся В России Но приехавший В Австралию Ставший Художником Я Как вам Уже Говорил Что Многих Австралия Меняло Кто-то Начинал Писать Стихи Кто-то Писать Как Дима Пагомов Картины Кто-то Начинал Я не знаю Снимать Фильмы Или Сочинять Песни А Синий Савицкий Стал писать Иконы Как это Получилось Он Был Все знают Что такое Гардемарин Да Кто мне Скажет Кто-то Гардемарин Кто-то Сказал Да Я вот Хотел Абсолютно Верно И Чудесно Итак Морской Офицер Чем они Обладали Обладали Целым Кодексом Чести Они Обладали Огромным Хорошим Воспитанием Но Все это Прекратилось Очень Быстро И Большая Часть Из них Попадает Сначала Китай Часть Попадает В Японию Часть Попадает В конце Концов В Австралию Что с ними происходит Вы узнаете В этой книге Но Одна Очень немаловажная Деталь Когда вы посмотрите Честно говоря Очень необычная Техника Росписи Потому что Если вы посмотрите На иконы Купив эту книгу У них Очень необычные Глаза Не те Типичные иконы Которые вы Видели Допустим Ранее Кто-то ездил В Россию Кто-то Золотому кольцу Кто просто Хорошо знает Живопись Верняка Увидит Вот эту Разницу У него Был свой Почерк Что обычно Отличает Хороших Художников Одна Досадная Для меня Но радостная Для Люды Потому что Книга Все-таки Издана Деталь К сожалению Иконы В черно-белом Формате И Люда Сейчас С большим Трудом Пытается Найти Спонсоров Которые Помогли бы Издать Отдельно Эти иконы В цвете Потому что Книгу Да Потому что Там В цвете Были бы Ну Поймите меня Поймите меня Православные люди Что икона Это все-таки Еще В цвете Могла бы Вылить Намного лучше Конечно Ими спорция Не просто В историю Войдет Она будет Упомянуто В книге Она будет Упомянуто В других Книгах И конечно Она будет Упомянуто Здесь У нас На лампаде На следующий Уже точно Если мы найдем На пятнадцатый Напоминаю Что это Четырнадцатый Лампад Арсений Савельский Родился 25 октября 1903 года Казалось бы Совсем недавно Каких-то 109 лет назад Родился он В Рязанской Губернии В семье Полковника 24-го Сибирского Стрелкового Полка В их семье Было Трое Детей И та Гражданская Война И эволюция Внесли непоправимые перемены Которые Затронули И их семью Многие офицеры Служившие верой И правдой И честью Царю И Отечеству Были замучены Растерзаны Изгнаны В 21-м году Арсений Советский Заканчивает Кадетский корпус И как мы говорили Становится Гардемарином Морским офицером Что уж лучше Прекрасная карьера Но это 21-й год Давайте вернемся назад И вспомним Что происходило На Дальнем Востоке Никто не помнит Никто не знает Вот здесь ответ Здесь описано Как они попали В Японию Здесь описано Как они попали В Австралию Здесь описано Каким образом Происходило Его становление Как художника Он не был художником С самого начала Он был Гардемарин Как я Несколько раз Уже вам упоминал Мне Не хочется Рассказывать об иконах Давайте посмотрим фильм В котором Именно эти иконы Вам Сами Расскажут О себе Его работе Хорошо? Да Автор этого фильма Тоже Людмила Лархина Прошу Под громкой Преэкранной Расскатистой Ура Пресягу Императору Давали Юкера Каникулы весенние, в собраниях вечера Этот товарец вас убоюдет, опьянял вас юнг мира Этот товарец, этот товарец, этот товарец Струится на счетах в пакет Я думаю, что никто из вас не видел портрета генерала Калчака Вообще очень мало фотографий сохранилось, к сожалению Это члены его семьи, которых он успел запечатлеть Да, это очень известное его вызвание И как они известны, вы тоже узнаете из этих книг Ого, над размией, с ошитрью полный решений Частицы российской земли В бензиновом асфальтовом С моришком грегу Этот товарец вас успокаивал Отводил от вас и бегут Этот вальс, этот вальс, этот вальс наивный, как весна, Этот вальс, этот вальс, этот вальс, тогда я в героях не знала, Этот вальс, этот вальс, этот вальс, чтоб мириться в оч Sail and解 suck. Это желание не забыть, только власть, помнит вас, 17 мальчих жизненных лет. Арсений попал в Бризбан в 1945 году. В Астралин попал раньше, а в 1945 году он попадает именно в Бризбан. Устраивается в рекламную фирму, и, наверное, вот именно эта его работа сподвигнула его обучение живописи. В 1990 году Арсения Советского не стало, остались его иконы, остались портреты его родственников и известных людей Бризбана, остались его иконы в Бризбанских церквях. Что самое интересное, многие из вас, наверное, даже не знают, приходя в церковь, что эту икону, например, написал Арсений Советский. Еще раз обращаю ваше внимание на эту книгу. Это вторая книга сегодняшнего вечера, о которой мы с вами говорим. В цвете, конечно, все это смотрится совсем по-другому. Обратите внимание на глаза. Можно сказать, что это в какой-то степени нарушение канонов и иконурности. А можно сказать, что это индивидуальность художника, его необычный почерк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Как и в стихах Людмилы Я, например, часто отмечаю для себя Когда читаю некоторые ее стихотворения Которые мне понравились Они с любовью и надеждой на что-то лучшее Вот мне кажется, в этих иконах Тоже есть что-то с надеждой на что-то лучшее С надеждой на то, что все будет лучше Потому что, как бы мы ни говорили, но Тоска по родине и русская душа Всегда ведется и не ищет покоя Мне не хотелось бы заканчивать с вами рассказ о книгах Людмилы на такой грустной ноте Поэтому я с большущим удовольствием скажу честно Я безумно люблю детские стихи Мне уже столько лет, что можно заподозрить меня в недоразвитости Что я до сих пор люблю детские стихи Но вот эта книга детских стихов Это как раз ответ Олегу из Шанхая Который сказал, что... Простите, Харбина Я не готов... Я не знаю... Харбина Хорошо Поправляйте меня, мне только будет приятно Я буду знать, как вы это правильно называете Итак, Олег из Харбина говорил, что Было бы здорово, если бы молодые мамы и папы Да? И так же? Чтобы передавали часть своей русской культуры души своим детям Чтобы они не забывали, что они австралийцы, но с русской душой Вот эта книга как раз и вам поможет Потому что она... Скажу честно, что всего две русских школы есть в призвании Я имею в виду русские школы при православных церквях Это Николаевский собор и Серафимовский собор И дети, которые там занимаются народным промыслами Там, какими-то традициями, которыми пытаются им обучить Было бы очень здорово, чтобы они читали эту книгу Почему сейчас я расскажу просто этими стихами? Вы мне позволите прочитать, хорошо? Я один очка прочитаю Да Дети от нас часто слышат Я опять-таки говорю, что... Я иногда чувствую, что эти стихи для меня Поэтому с большим удовольствием Люда мне говорила прочитать совсем другое стихотворение Я нарушил Нарушил каноны нашего сценария И решил представить, что мне очень нравится Дети, когда приходят в церковь с родителями Они часто слышат вот те языческие названия Которые пришли к нам все-таки Они и в церкви у нас, они и в нашей культуре в жизни Но вы все помните прекрасно, что маслица языческий праздник Что на нем происходит И вот давайте с вами себе представим Что мы все дети И мы не знаем, что такое маслица И вот Люда сделала просто чудесное стихотворение Которое, мне кажется, нам очень поможет Маслица Сияют счастьем лица И каждый очень рад Сырная седмица Приносит мир и лад Всех масленица греет Горяченьким блинком Улыбок не жалеет Ни вечером, ни днем Всгибаются в авары Как публики, как публики летят Гуляют чиннопары Раздаваем Раздаваем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok